Всемирный день книги Катится, катится голубой вагон Наш проект называется «Юсаид. Читай вместе». То есть проект поддерживает Юсаид. Этот проект у нас реализуется с 2013 года. По всему Кыргызстану этот проект реализуется. Участвуют в этом проекте около 1300 школ. И охвачены этим проектом 7500 учителей начальной школы. Сегодня мы в Киминском районе проводим большое мероприятие, посвященное Дни книги. Всем известно, что 23 апреля – это Всемирный день книги. По всему миру празднуют этот большой праздник книги. По инициативе Киминского районного отдела при поддержке Акимеата Киминского мы сегодня провели большую акцию, посвященную Всемирному дню книги. Субтитры создавал DimaTorzok «Измейный день книги. ЖЕРЕНЧЕ ЧЕТЕН КАЙТЫШ ПОЛОД. ЖОКЕРТЧИЛИК ЗАМАНДАРДЫН БЮР КЮНЮ ЖАНИВЕК КАН КАЛМАКТАРГА ЖОРТУЛГА БАРА ТУРГАН БОЛЫП, КОЛ ЖИНАП АГА ЖЕРЕНЧЕННИН БАЛАСЫНДА ГОСТУРАД. ЖЕРЕНЧЕННИН БАЛАСЫ КАРСЫЛЫК КЫЛБАЙ ЕЛ МЕНЕН ЖОГО АТТАНЫП КЕТЕТ. ДУСМАН МЕНЕН КАГЛУСУ КАТУ ОЛУП, В Нынешнее время не вся молодежь понимает, что из себя представляет книга. Это не просто бумага, да немного краски. Книга – это целая жизнь, выдуманная, либо написанная по реальным событиям. Это способ передачи эмоций через километры и века, тысячам и десяткам тысяч людей. Это уникальный способ хранения и передачи информации через поколения. Даже сейчас, в век интернета и беспроводной передачи данных, книги все равно являются неотъемлемой частью нашей жизни. Помимо этого, книга отлично развивает фантазию ребенка. Фильмы, сериалы по книгам – это все сделано по видению какого-то одного человека. Но в книге появляется простор для фантазии. Ребенок сам придумывает внешность персонажа, сам придумывает вид локаций, в которых находятся персонажи. Недаром говорят, лучшие спецэффекты – это не те, что стоят миллионы долларов, а те, что находятся в нашей голове. Он дружок зверям и детям, он живое существо, но таких на белом свете больше нет ни одного. Потому что он не птица, ни тигренок, ни синица, ни котенок, ни щенок, ни волчонок, ни сурок. Но заснято для кино, а известно всем давно, эта милая мордашка, он зовется Чебурашка. По прозванию враг людей и враг зверей, злой разбойник Бармалей. Сейчас очень много различных кружков, клубов по интересам, всевозможных творческих встреч с писателями, художниками, в которых огромное внимание уделяется именно чтению и обсуждению произведений новых авторов и тех произведений, которые мы все знаем. К этому волнующему нас всех вопросу можно подойти по-разному. Например, студия ораторского мастерства и риторики школа Сократа вплотную занимается тем, чтобы развивать и проявлять детский интерес к чтению. Вспомним хотя бы проект «Мир через культуру». Это конкурс юных чтецов среди детей и молодежи Кыргызстана. Проект начинался с участников из города Бишкек, а уже в третьем конкурсе приняли участие ребята со всех регионов страны. «По этому проекту мы работаем уже в течение года. Сам проект вообще с 2013 года действует, но мы в течение года вместе с проектом «Юсаид» взаимодействие работаем уже целый год. Нам проект этот очень понравился. Чем? Потому что прежде всего у нас была первая задача – это привить интерес к чтению. Прежде всего. И вот вместе с родителями, вместе с детьми, вместе с учителями, со школой мы в течение года проводили много-много мероприятий. Здесь работали и библиотекари, и учителя начальных классов, и родители. И вот сегодня завершающее у нас было завершающее мероприятие, которое называется «Читаем вместе». Вот в течение этого года много мероприятий проводили библиотекари, мне хочется отметить. Это были книжные выставки, это была агитация детских книжек, был конкурс «Книжки малышки». Здесь устраивали мастер-классы, библиотекари и учителя начальных классов сами готовили эти книжки и учили детей делать эти книжки. Результатом такого конкурса был, результат такой был, что дети сами научились делать эти книжки, и теперь уже спокойно могут пропагандировать даже свои собственные книжки. Они сочняли стихи, сочняли свои рассказики о родителях, о маме, о дедушках, о временах года. Были очень интересные книжки. Что может быть лучше общения? Студия ораторского мастерства развивает в детях способность мыслить и говорить. Следующий проект, который активно развивается, это мобильный театр «Луч». Почему вы спросите «Луч»? Да потому что «Луч» — это девиз, с которым ребята идут вперед. Любим учиться, читаем. Согласитесь, что само название уже о многом говорит. Давайте посмотрим, как ребята соответствуют своему девизу. Сейчас вы можете увидеть сказку «Репка», сценарий которой был написан специально для праздника книги. «Репка» Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девчонки и мальчишки Мы вам сегодня сказку Про репку привезли Ее в своем у кошки Мы бережно несли Мы шли к вам очень долго Но из бури и метель Теперь письма на сердце И на душе отреет И на душе отреет Напротив, хватит фокусно с тобой Нам болтать Ты прав Пришла пора На сказку начинай Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушка! О, чего? Сказку начинайте! О, хорошо! Ну что ж, настало время Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну что ж, настало время Мне репку посадить. Ой, эх, старым стал я нынче, С трудом могу ходить. Но что ж, делать нечего, Ведь репка нам нужна. А если что, поможет мне Любезная жена. Так, где тут мои граммы? Ведь, пепечка, Крепка нам на радость Скорее прорастет. Растет и зреет репка, Как тесто на дрожжах. И соком наливается, Ну прямо на глазах. Увиден репку дедушка, Сам на елке почесал, Поняв, что сам не выпилет, Он бабушку позвал! Растет и зреет репка, Так, так. Чего позвал меня ты? Скорее, говорит. Ты, бабка, знай, помалкивай! Да за гушак тяни! И тянут, тянут репу! А то и бы хоть пыхны! А где там наша внучка? Скорее ее зови! Позвала ваша внучечка! Позвала ваша внучка! 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 Зучка помочь ее зовет. Звучка 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 помочь ее зовет. Мы прятались, мы скажем, что начинаем сначала. Итак, внимание, мои помощники Емеля и... А к чему зовут? Емеля. А к чему? Маваила. Открывайте санк, и мы смотрим, как играть наши артисты. Внимание! 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 Итак, ребята, вы можете говорить своими словами, хорошо? Так, стрячь сейчас на дружку, стрячь сейчас на дружку. Все. Итак, разбудите девочки и пусть что хочешь говорить. Поехали. А вверху? Ой, ой, я не хочу. А вверху? Так, вверху кто-нибудь будет? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ой, она закрытая, у меня с ушами отстрелилась. Вот что она? Валя, какой мама. Так, ну-ка, надели, надели. Так, дай мне, пожалуйста, шапочку, жучки, все, все. Ребята, надейте, кто у нас в инкурте. Надейте, надейте. Кошер, шапочки, дайте потом. Иди, коррек, помоги, помоги. Шапочки принеси потом. Ушки принеси, мужчины. Так, артисты должны выпустить костюм. Поняли? Так, молодцы, молодцы. Ой, как моя крепость. А вы же все крепости. Какие? Так, Матрина у нас редко. Народная лепочка меня. А вы все это? Так, ты у нас пока еще вырос, а ты у нас пока сидишь. Вот так. Так. Лопаточки. Где у нас равны? Где у нас леечку? Мы когда-нибудь вравнили леечку? Да. Так, внимание. Дедушка. 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 Зарядку, начинайте! А зарядку будем делать! Поехали! Эй, толпы! Светочка! Веселяй, веселяй! Ай, молодец! Попрыги! Молодцы! 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 А теперь! Где у тебя репка? Начинай! Все, что ты хочешь! Итак, у тебя репка выросла! Гляну, что ты должен сказать? Так, настало время! Репочку посадить! Репочку посадить! Так! А что тебе нужно для работы? Графника! Попроси графника! Так! Ну, своими словами! Хорошо! Аплодисменты! Так! Давай! Молодец! А что дальше надо делать? Надо полить репку! Так! Полей репку! Так! Молодец! Аплодисменты! А теперь идем! Пусть чай и бобейку! Нет! Вот! И в это время наша репочка растет! Весь комарок и говорят. Боже! Что же, смотришь, смотришь! Растет и зреет репка! Ага! Как тесто на дрожжах! Ага! И соком наливается! Ну, прямо на глазах! А ты наливайся током, наливайся. Дедушка пришел. О, дедушка проработал. Увидел. Увидел репку дедушка, затылки почистил. Ну-ка почистите ему затылок. Ой, младший. Так, поняв, что он не вытянет. Поняв, что сам не вытянет. Треплиц и он бабушку паспорт. О, бабушка. Ой, аплодисменты. Тантует бабушка. Тантует бабушка. И дедушка проработал. Все тантуют. Они молодцы. Так, а что говорит бабушка? А зачем ты меня позвала? А зачем ты меня позвала? Ты бабушка, а не учитель. Вот так. Эй, чай! Дедушка, доктор, где ты деваться? Уйду с аэсом. Иди, ладно. Можно покрыться? Можно, можно покрыться. Так, настоящая бабушка. Так, пойду. Эй, и трейген. Дедушка, бабушка, иди, поехали. Ой, младший. Репку надо поймать. Репку надо вытянуть. Так, взяли репку за руку. И тянем. Поехали. Ага, помогаем, помогаем. Аплодисменты. И тянут. Тянут репку. А кто ему ход бы? Мы. А где там наша внучка? Спроси. Спроси, где? А где же наша внучка? Скорее ее. Скорее ее зови. Итак, внимание. Внучка. Внучка. Поехали. Аплодисменты. Ой, какая ручка. Танцуем, девчонки. Танцуем. И тянут. Веселее, мужчины. Молодцы. Ну, давай, внучка. Помочь? Помочь. Да. Молодцы. И снова тянут. И снова тянут репку. А репку. Нитят. Ага. И внучка кличет. Жучка. Жучка. Ай, жучка пошла. А вот и ты. Молодцы. Помочь. А ты умеешь кусаться? Да. Иди сюда. Вот из того клоуна. Надо так. А-а-а. А что ты должна говорить в ответ? Принчала сразу жучка. И флангер тянет ногу. Так, а теперь жучка становится и тоже будет сейчас репку. Потом кота Василия развалена под ногу. Корейский кот. Гам-гам-стар. Поехали. А вы что ты? Молодец какой, кошка. А вы светлый. Ну, я не знаю. Мне очень весело то, что я выступила. Все было очень хорошо. Я сейчас рада, что мы очень хорошо выступили. Я волновалась, что забуду слова. И сейчас, когда я уже выступала, мне стало легче. Ну, мне кажется, я могу себя сравниться с Комарохом, потому что я веселая, задорная. Люблю очень шутить. Я себя чувствовал как-то вот так, что веселым, радостным, что меня хоть меня увидели. То есть, я всегда мечтал быть актером, и моя мечта сбылась, и я радостный. Мобильный театр «Луч» сделал свой первый шаг в таинственный и завлекательный мир сказок. Ребят ждут удивительные приключения, яркие впечатления и море эмоций, которые они испытают, прикасаясь к любимому произведению. Любите учиться читая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...